Кашка варится, пшонная и чай с пижмой А там дождь нас пугает, тучи пугают, задираются Я, а я видела уже, я еще такая посмотрела, думаю, о, нанжевка, это пила уже, с такими зубьями громадными Думала доски попилить вот эти в костер О, чайно кипит Быстро закипел Теперь будем кашу сдать Вот такая суровая ложка Огурчики, перчики, что-нибудь надо? Огурцы мытые Это, короче, чтобы можно было нормально помешать вместо половника Суровые ложки в суровой тайге Супер обед Так, я наливаю себе чай Кому чаю, ничего? Пока одну кружку Пшенка с лапшой Чай наливай, ребята? Зелень Не, мне не надо Сервей тебе? А, у тебя же кружка одна Ну, как я всех обманул С такими видами кушаем Прикольно получилось Пшенка с лапшой Вы это скажите своим подписчикам? Или вы уже выклютили? Нет А что им говорить, они и так себе на ус мотают А они видели, что там пшенка? Да, я им показала уже Пшенка забирает лишнюю остроту Отчаянная горка Отчаянная горка вон нам открылась, да? Угу Верховье чая, речки чая Лево верховье речки чая Справа перевал на озеро Кулинда Называется Кичера-Москит Вернее, вот с той стороны Красивый вид открылся Был туман там Ничего не видно А сейчас вон как Солнышком еще подсвечены горы Там видно еще снег местами лежит Дождь такой нормальный прошел Пока мы на стоянке там обегали Нас так неплохо полило Мы теперь идем все мокрые Опять по мокрым кустам Только я маленько обсушилась у костра И вот Снова мокрая вся Все дела Поднимаемся в перевал По-моему он километр 3 или 4 Яйца Ну такая когда-то здесь была дорога Маме слова Сейчас она уже практически полностью заросла Видите какие кусты высокие Тут уже видно Что транспорт давно уже не ездит Даже большие махины тут не ездят В общем Сергей где-то далеко впереди А Андрей Где-то сзади А я получается Не жду Но мы друг друга не видим Сергей Конечно прет как танк Молодец Но у него и ноги длинные Он высокий Высокие люди с длинными ногами Как правило ходят быстро У них шаг-то такой Хоп А мы Со своими Короткими ножками Вроде быстро идем Но передвигаемся медленнее Все равно Вот это позади меня такой вид Красиво Поднялись Перевал Теперь нам прямо А потом Вроде бы как Направо Если я не ошиблась Вот такие горы вокруг По ходу маршрута Вот такие огромные Следы Сахатова Постоянно встречаются Все они реально большие Наверное не видно Встречаются и мишанины Следы И какахи Мишанины И изюбра Кого только не встречается Мы просто Стараемся идти побыстрее Ну и то дождь, лед То еще что-нибудь Я почти не снимаю Вот например Вообще огромный след Прям реально хороший Такой огромный след В общем не снимаю Во-первых Наснимаю Опять потом Буду мучить вас Длинными Фильмами Ну а во-вторых Не сильно то есть время Когда снимать Особенно Невозможно В таких условиях Ставить где-то штатив И снимать Например Я его даже Оставила там Я кстати не сказала Мы основные вещи Люкзаки Еду Все остали На том зимовье И там Виктор Остался Со всем этим На два дня А мы вот на два дня Пошли Андрей говорил Куда мы пошли А потом мы с Андреем Пойдем Обратно Заберем наши там вещи И пойдем уже По своим диван Так сказать У нас там дня Три или четыре Останется всего На все про все Так Вот кстати Например Уже не первый Разворошенный Муравейник Мишаня Старался Копал Вообще так разделяться Конечно в тайге Нельзя Вообще там Где медведи Там где можно Заблудиться Нельзя Но Мы все такие Походники Понимаете Можно сказать Громко не буду Говорить Профессионалы Ну нет Я про себя Такого не скажу Наверное Но мы матерые Реально все И поэтому Мы можем Все это позволить У каждого Свой темп И Ну Каждый Друг подруга Не будет Подстраиваться Это тяжело Тем более Тем более Что я Например На легке Иду Если бы я Былась Тяжелым Рюкзаком Я наверное Примерно Бы Наравне Шла С Андреем Но так как Я на легке Я иду Чуть быстрее Ну а Сергей Он Длинноногий Я кстати Обхожу О Вот Водыжку Такую Обхожу Вот Он идет Быстро Даже С рюкзаком На меня Кстати Как найдет Я могу С большим Рюкзаком Быстро Идти Могу Медленно У меня Кстати Каждый раз Темп Меняется Ну и Каждый раз На какой Темп Я настрою Таким И Проще всего Когда мы Можем себе Позволить Вот так Вот разделиться В принципе У меня Есть фальшвеер У Сергея Тоже есть Фальшвеер Единственное У Андрея Ничего нет По-моему Но Он уже Не первый год По тайге Ходит Поэтому Я думаю В случае Чего Он с Мишаней Точно уж Сможет Разойтись Позведи Меня Вот такие Горы Такая Красота И где-то Там Слышу Идет Андрей Вообще Такие Красивые Мне нравится Когда туман Вот так Сверху Ну Или тучи А вот Ревень Растет Вкусный Полезный Но я Почему-то Его не Собираю Обгон Произошел Пока я тут Путешественника Обогнали Впереди Пока я тут Да Снимаю Иду Андрей Уже Догнал Обогнал Вон Избушка Оленеводческая Вон она Нас из фото ружья Щелкает Осторожнее Стоит Все друг за другом Слетят Лима не пройдешь И такие горы 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 Вообще Это избушка Посреди тайги Сзади Такие горы Вон там Даже солнцем Немножко Подсвеченные Красивые Такие Как Немножко Золотистые Вот Здесь Это мы Ксимовью Оленеводском Оленевода Подошли Видишь Стекла Там внизу Валяются Он наоборот Внутри Вышел Бросил Кто Миша Обычно Снаружи Стекла Разбывает Лиск в отражении Влет Открым Да Я знаю Мишами Стекловые Дух Говорят Такая избушка Добротная Как мне кажется Может мне не кажется Нары Хорошие Печка Вообще Отличная Из бочки Сухая В принципе Такая Простенькая Изба Такая Нужная В этом месте Да Все окна Нет Другишек Кстати Полно Хорошо Пойду Сейчас В ту Еще Избушку Зайду Под туалет Я Кстати Наверное Сейчас Даже Туда Схожу Он Правда Накренился Уже А Там Уже Туда Что-то Тоже Есть Какое-то Ладно Сейчас Это что Баня? Да Круто Да Дрова Тратить А так Было Здорово Если Мы Топор Сергея Без пилы Оставим То Удобно У меня Есть Там А Мы же Обратно Пойдем Без пилы Такая Банька Хорошенькая Прям Вообще Печечка Хорошая Принять ванну Выпить чашечку Плохо Вот Скамеечки Поселить Вот Песопарковая Зона Сейчас Приду Посмотрю В общем Хорошая Зимовья Здесь Прям Добротная Изба Хорошая Банька Такая Прям Нормальная Сейчас Пойду Гляну Что там За лавочка Вот Лавочка Можно тут Сидеть Шикарными Просто Видами Попивая Чаек На туалет Смотреть Например И на горы Ну и на зимовье Тоже Заодно Красота Вот такая Она Тайга Ага Сачок Нашел Для рыбы Волчий след До этого Были следы Но мне некогда Было снять Вот снимаю Тут и волки Ходят Дальше Не видно Будет По суше А вот И медвежий след Короче Кого тут Только нет Ну а там Мы Вот недалеко От зимовья Отошли Там же Медведь Окно Выбил Вот его Как бы Не сильно Четко видно Но видно Что мешанин След Кстати Здесь Дикой Тайге Не так опасно Строить Медведя Как Например В Ергаках Там Медведь Прикормленный Вот что На пути Надо Перелезть Вот Туристами Там Туристы Оставляют Еду Такие Банки Ну я Показываю Вам В принципе И вообще Не соображаюсь Что нельзя Этого Делать Там Медведь Прикормленный Привыкший К человеку И он Человека Практически Не боится Вот И там Его опаснее Гораздо Встретить А здесь В Дикой Тайге Тут Туристы Не ходят Тут Крайне Редко Ходят Вот Такие Какие Нибудь Как Мы Походники И то Это Редко Бывает Вот Поэтому Здесь Медведь Человека Боится Потому Здесь Именно Дикая Тайга К Медведю Человек Здесь Практически Незнаком Такие Дела Только Про Медведи Поговорила И вот Где же Какашки Небольшие Христунчик Наверное Мало Пока Столько Шишек Валяется У Мишени Говна Жрет Шишки Идут Через Такие Кусты И Покрикиваю Оп 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 Вот так Мишаню Потому Сергей Сергей Где-то Впереди Он Скоро Слышен Далеко Андрей Где-то Сзади Он Недалеко Так Как я Иду Иду Первее Я Кричу 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 Обознать Что-то Надо себе Какашек Мишанина Полно Полно Ёшкин Кот Это Дорога Вот Такая Примерно Дорога Который Просто Вообще Не видать Просто Ее Нет Вкусы Конкретные Сто Горы Красота О Мишанина Дерьмо Все Все В комарах Ага Так это не меня Это комаров Снимают Я-то Обрадовался Борду Лишь Правило Почему Он на комарнику Называется Знаешь Да Комары Все Под ним А он На комарах Они Стремятся Вырваться Наружу Такая Мода Мода Маленько Покушил Спину Сейчас Опять Буду Мочить Но Затарек Затарек Будет Сохнуть Так Поехали За грибами За орехами Поехали Скучковались Мы Сейчас Опять Располземся Интересно Вода С две стороны Разливается Уходим На самом Бородке С две стороны Вочей С одного Ухода В два Ручья В два Ручья Идем По такому Иногда Мордохмысту Что Прям Вообще Я о нем Всю ночь Мечтала Андрею Говорю А он Говорит Ну Видишь Мечты Сбываются Я Говорю Да Еще Умудряюсь Между делом В накомарник Батончик Закидывать Потому Что Что Мне уже Захотелось Чуть Перекусить Хоть Мы и ели Но Такой Походец В котором Тратишь Много Энергии Вот Он Мой Любимый Мордохлыстик Обожаю Его Просто В кавычках Карликовая Березка Которая Не карликовая Нифига А просто А просто Выше Меня О Кому Нравится Смотреть На смачное Мишанино Говно Пожалуйста Поздравляю Это просто Огромное Мишанино Говно А вот Еще Это уже Не огромное В основном Орехи И оно Уже Старое А то Свежайшее Причем Огромное Мишаня Такой Внушительного Размера Блин Опять эти Комары Ешкин кот Только на Комарник Сниму Не могу Я в нем Ходить Ой Он у меня Сзади Висит Так Пока я Снимала Говно Для вас Все Убежали Вперед О Надо было Снимать Как я Лезу Да А что Теперь Я вообще Хотел Только Русалку Как Русалка На ветвях Сидит Она Не сидит Она Как Белочка Скачет Ну Садись Уже На Эту Мне Волю Дали Так Тут Эти Смола Сучки Ой Сучки Ну Ладно Слезаем Хватит Русалкам По веткам Лазить А то Комары Грызут Сейчас Еще Корешок Сам Сниму Какое Дерево Богатырское Слазим Хотя Былазить Не можем А слазить Мы Запросто Только Как Туда Попали Сами Залезли Никто Не Мешал Для Меня Что Понятно Вот Так Выглядит Золотой Корень Можно Конечно Вот Пособирать Где-то День Кто Ничего Скажет Ну Как Если Поймают Штраф И Дадут А Вообще Это Краснокнижное Растение Но Очень Полезное Поэтому Таежники Заядлые Все Равно Его Собирают Вот Так Выходим На Открытое Место Вот Такие Виды Шикарно Открываются Ох 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 Я люблю Такие Виды Как Я люблю Такую Тайгу Вообще Об этом Некоторые Могут Только Мечтать А я Вот Иду Здесь Своими Ногами Смотрю Своими Глазами На Вот Эту Всю Красоту Глазную Тайгу И По-моему Дождик Хочет Упомнить Опять Ну Очень Бы Хотелось Дождя Вообще Только Мы Маленько Подсохли Нам Сейчас Дождя Не хватало Кстати Вчера Едем В этой Машине Заброски Трясемся Представляете Сколько Тряслась Сначала С Иркутска До Северобайкальска Где-то 14 Или 15 Часов Я уехала Потом Часа 2 У меня всего Был перерыв То есть Я на же Вокзале Сразу С Антрием И С остальными Встретилась И Потом 12 Или даже Больше Часов Нас Забрасывали По Вот такой Трясучки Постоянной Еду И думаю Какая же Нормальная Девушка Вот Согласиться На такое Трясись Столько Непонятно Куда Ехать В холод В сырость В дичайшую Тайгу Где Медведи Где Комары Машка Гнусь Всякий Заедает Наверное Только Белые Вороны И Как мне сказали Еще Черные Чайки Черные Чайки Это То же Самое Что Белые Вороны Такие дела А вот С этой Стороны Тоже Горы Получается У нас Горы Теперь Окружают С двух Сторон Кстати Мне приходится В таком режиме Снимать Все На ходу Вот так Потому что Мы идем Очень быстро Я даже Этот Салфи-палку Не могу достать Чтобы подальше Сюда Снимать Вон На 30 Завижу Идет Вот И приходится Вот так Все На вытянутой руке И Хотела сказать Вы на нас Простите Что за Тайга Клещей Нет Лучше Там Совсем Осматривайтесь И Так Сейчас Кстати Пишут У меня Когда я Хожу По тайге Где Клещи Да Ну Во-первых Не во всей Тайге Есть Клещи А во-вторых Ну почти Везде Они есть Ну не везде А во-вторых Сейчас Клещи Уже На спад Давно Пошли Их Конечно Можно Встретить Но Мы даже Не осматриваемся То есть Их Сейчас Очень Мало Уже Самый Пик Клещей Это Смотря Когда Тепло У нас Наступит У нас По-разному Наступает Ну и Вообще В разных Районах Есть же Северная Тайга Есть Южная Тайга Вот С апреля По Там По Июнь Вот А потом Уже На спад Идут Клещи Потом Уже Не так Страшно Их Встречать Говорят Что Еще В августе Фух Клещи Типа Пик Клещей Начинается Ну Если Честно Я Никогда Такого Не Замечала В Тайге В Августе Их Тоже Мало Они Есть Но Их Мало Вон Там Вид Такой Открылся Красивый Солнышком Подсвеченные Горы Они Были В Тумане А Сейчас Вон Как Красиво Такой Цвет Доиграет Бирюзово Мало 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 Оттенков Но Все равно Уже Красиво Вышли Ко второму Озеру Там Было Первое Я снимала Возле Зимовья Оленевода А это Вот Второе Красотень Мы Кстати Специально Идем Этим Маршрутом Именно Через Озера Вот Эти Даже Андрей По-моему Тут Первый Раз Все Мы По-моему Первый Раз Тут Вот Это Река Ангоя Что-ли Но Это Не Точно Ну Ее Почти Не Видно Вот Она Вытекает Там Бежит Красота Какая Супер Вид Вот Мимо Такой Красоты Идем Вообще Такие Виды Шикарные Вот Ради Этого Стоит Переться Дикую Тайгу Переходить Броды Мелкие По пояс А то И Выше В Лединой Воде Ехать Фиг Знаю Сколько Километров Идти Пешком По Жобной Тайге Все Ради Вот Этого Всего Чтобы Вот Своими Глазами Вот Это Вот Созреть Красотень Такой Здесь Совсем Другой Ландшафт Ягеля Просто Море Прямо Слана Все Такое Красотище И Вот Ручка Как Уже Гиенда Гиенда Огиенда Огиенда Какая красота Мы идем к третьему озеру Где-то там зимовье должно быть Мы Будем искать Мы еще не знаем Докончим Если найдем Если не найдем Будем так Прям Ночевать Потому что мы палатки Не взяли Я Я Иди Так Иди Подыхать Реально Так Мягко Так Классно В Кипре Хочется валяться Ооо Хочется Маленечко Сырой Он был Совсем Чуть-чуть Сырой Если бы он был Кстати Сухой Он бы Сыпался И было бы Не прикольно А именно Вот на таком Классно Лежать Он Как Губка Подошли К третьему Озеру Судя по кардио У этих озер Нет названия Не просто Первое Второе Третье Вот Третье Озеро Мы тут Пробираемся Красота Такая Вот И где-то За озером Должно Быть Зимовье Судя По объяснениям Нам так Забросчики Объяснили И вот Мы идем Ищем Надеюсь Что найдем Если мы найдем Будем В уюте Ночевать Так сказать В Таежном Если нет То придется Пушкрафт Темы развивать Невыживание В тайге И все такое Такая Красотища Для потища Озерища Джунгли зовут Там дождь Походу Опять собирается Ой мамочка Вот так вот Примерно Опа У меня уже Боты Сто раз В воду попали В болотистое место И вот такие Кустищи Мордахрелястые Мы же любим Когда нас по морде Так лещет Ну иначе как То говорим Что будет легко Еще идешь И спотыкаешься И все Жанко что Со стороны Не сильно Надо поснимаешь Чтобы полностью Видно было Что тут нас Окружает И по какой По какой Жопе мы ходим Нету Красоту Надо показывать Почаще Озеро просто Огромное Остановлюсь Ненадолго Чтобы Извините что Быстро Веду Но просто Я отстаю Иначе сильно Мне нужно Догонять Тут отставать Нежелательно Красота какая Не ну вот это горы Вот это объем Масштаб О Еще Мишайные Какашки Судя по всему Ну Не совсем Свежие Но Довольно Свежие Сегодняшние Скорее всего Ломим Вот Через кусты Дальше В общем Расклад Такой Сижу Вот тут Одна Андрей Еще Где-то там Идет Сергей Где-то там Пошел Избу искать Мы в общем Пришли К тому месту Где должна быть Типа изба Ее нет Надо искать Либо ее вообще Нет здесь И будем На улице Ночевать Вот Что-то всю дорогу Бежим Несемся Лизык на бок Нормально Даже не могу Ни поснимать Ни рассказать Ничего В основном Моя болтовня Будет в фильме Вот такие дела Вот Сижу Тут Мне комары Зажирают Ну Те оставшиеся Открытые части Остальное Все закрыто Вот Возле такого Красивого озера Возле таких Шикарных гор Сижу Сижу Наконец-то Ай Передыхаю Пить ужасно хочется Вроде вода Везде рядом Но что-то мы так летим Что Даже не до воды Надо набрать Как попить Считаю За весь день Вообще Очень мало Воды пили А надо пить Такие вот дела Там еще подальше Какая-то груда Деревяшек Вот Такое ощущение Что То ли была Может когда-то Изба То ли она Где-то там Дальше есть Но не факт И вот такое Меня вот окружает Абсолютно Дикие места Люди сюда Вообще Практически Не ходят Крайне редко В общем Сергей пошел На ту сторону Вон он идет Вот И где-то Там вот Будем стоять Андрей еще не вернулся Они же оба Вон туда уходили В эту сторону Вот там рюкзак Андрея стоит И вот туда Они оба ушли Сергей получается Вот так вот Все прошел И отсюда Всюда Вышел Ко мне И взял рюкзак И пошел На ту сторону Говорит Там более-менее Место есть Где можно просто Стоять А я жду Осталось ждать Андрея Потому что Тут его рюкзак Ну и чтобы Мы не потерялись Не разошлись В общем Андрея еще нет Думали будет зимовье А оно походу Вот было когда-то И разрушено То есть пошли Поискали Там весь день Где нету Придется выживать Вот такие дела Холодно вообще Я вот в двух куртках стою Мне вот Сергей дал Свою куртку теплую Хорошо что я пуховик взяла И у меня пуховый спальник Надеюсь я ночью Не буду дубить Вот А сейчас у меня ноги Сырые Ну такие Влажные Штаны мокрые Я реально Подзамерзаю Вот ждать Андрея Скорее бы он уже вышел А Сергей сейчас Пойдет Там может Костерок пока разведет Да обустроится Немножко Сейчас еще Вот там В роды Надо переходить Потому что там Все просто в воде Тут река Течет И впадает В это третье озеро И все в воде Вот У меня сапог то нет Так что придется Наверное Андрею Опять коняшкой побыть Немножко Поперетаскивать меня Где-то Либо мне надо будет Перебываться И идти Броды переходить Такие вот делы Так вот весело Живем тут В тайге Первый день Еще только хожу Ну нормально Так по-тоге Уже такие приключения Немножко Золотого корня Много растет Орви не хочу 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 Бо кого я узрела Бабочка сидит Такой дубак вообще Я даже удивилась Вон там мы решили Стоять Сейчас будем Бродить О кака у нас Палатка Ягель Я же мечтала На нем Полежать Вот Полежу Целую ночь Правда он сырой У меня пуховый спальник Вот это меня Маленько Расстраивает Какие дела Тут у нас будет костер Сергей сейчас тут Работает над этим Андрей вон Помог мне перейти Теперь рюкзак свой Перетаскивает Как-то так Придется вот Втроем Там спать Зато я не замерзну точно Вот и кострижку Погреться можно Я вообще Загубела С таким видом Пытаешь тут Пилить Вот Но я свою ножовку Взяла А это Короче Стремная Такая-то Шаткая Вообще Тон какая-то Хладуна уходит Сейчас попытаюсь Хотя бы Вот это Отпилить Ну потому что Там Такие тонковатые Ветки все Они быстро Разгорят А я хочу Что-нибудь Потолще В костер Положить Чтобы Подольше Горело И потеплее Было С остальных Я не могу Снять Как пилю Потому что Мужчины Занятые Поставить Не на что Камеру Поэтому Говорю Просто Все Туда Дождь Пошел Мы тут Кофе Балуемся Сейчас Быстро Попьем Будем Супник Зачипел Кашник Сейчас Не Вот Что мы Едим Оно распарится Нет В таких Условиях Невыносимых Ну как Рыжка Клубника С огородом Свежая С сахаром Вообще Запах Вы не Представляете Только Что Собрали Да Ага Как будто Только Что Собрали Сахар Пересыпали Я Сейчас Просто Обопьюсь И все И вообще Ничего Есть Есть не стану Ничего Не знаем Там На вас Варится Ну ладно Уговорила Пойдет У меня Тоже У меня Заставляют Еще Булгур Есть А я Боюсь Что У меня Не Влезет Слишком Много Ягоды И все Мне Одной Никому Не дам Шучу Так Я тут По кухне Главное Вот Очки Ой Пока С труда По кухне Пока Что Там Пока Андрей С Сергеем Ставят Палатку У Сергея Палатка Оказывается Есть Такая Легкая Которая Однослойная Китайская Там Какая-то Ну Облегченный Вариант И он Решил Ее Дать С Андреем А сам Будет Спать По тентам Вот Короче Дубак Неимоверный Надо Как-то Согреваться Так Будет Спать Теплее Гораздо Я еще Переживаю У меня же Спальник Пуховый Его Вот На сырой Ягель Нельзя Просто Класть У меня Каремата Нет Потому Что Он На Избе Остался Он Надувное Побоялась Брать Такие Дела Придется Короче Вот Так В палатке Спать Выбор Небольшой Походники Всегда Так делают Чтобы Согреться И не Загубить Тут Это Самое Главное А вот Кашка Варится Булгур Я буду Просто Его Есть А Ребята Будут С тушенкой Кстати У меня еще Ноги Немножко Сырые Но Они Как бы Не сильно Промокли Потому Что Типа Ботинки Не Промокают Ну Да Кстати Они Не сильно Мокрые Такие Сырые Но Очень Замерзли Мне Вот Андрей Дал Свои Бега Шлепки Огромные Я Вот Пытаюсь У костра Греть Потому Что Мои Ботинки Греть Нельзя У костра А Ботинки Мои Я поставила Сюда Вот Так Вот Вытащила Эти Стельки Чтобы Они хоть Маленько Подсохли Боюсь У костра Сушить Ботинки Как бы Недешевые Их Сушить У костра Нельзя Поставила Пока Сюда Патент Вот Вот Вытащила Чтобы Хотя Стельки Не сильно Не прям Мокрые А сверху Зато Вообще Мокрющая Несколько раз Провалилась Там В бородах Пока шла Местность Болотная Там Бывает Раз И неожиданно Провалишься В воду Солнышко Солнышко Выглянуло Дожди Налил Фу Блин Дым Прямо На меня И такая Красота Ооо Вообще А я тут Вот очки Сушу Ноги Блин Здесь дым На меня И все Таки Решила Стельки Посушить Ну Потому Что Капец Надо Хотя Бо Чтобы Стельки Высохли Утром Сухие Были Я Наверное С собой Спальник Заберу Сейчас Подсушу И Заберу В спальник Хотя Бо Они Будут Теплые И Сухие Утром Вот Такие Дела Не Ну Это Вообще Шудор Вообще Такая Красота Вон Что Там Творится Солнышко Осветило Озеро Это Вообще Прям Сказка Вот Там Вот Видно Немножко Снежники Даже Есть На Горах Такая Везде Красота Подарок Такой Перед Сном Время Полдевятого Примерно Ой Вы Посмотрите Это Вообще Чудо Вот Тут Особенно Вот Это Место Оно Прям Сказочное Вот Наш Лагерь Немножко Со Стороны Короче Дубак Такой А Я Вот Гусиком Чтоб Носки Высушить И Ботинки Тоже Чуть Вот Они Сохнут Главное Чтоб Не Сгорели Солнце Все Вот Еще Остались Остатки Красоты Такой Там Снег Видно Чуть Чуть Есть Вообще Красивая Такая Тут Уже Все Слонушка Не освещает Она Уже Вон Ушло За Гору Заката Здесь Будет Не Видно Но Я Думаю Будет После Заката Наверное Красивая Но Не Факт Каша С водой Или Вода С кожей А Кусочек Сыра Просто Кусочек Сыра Сейчас Сделаем Мы Короче Так Здорово Встали Получается Вот Тент Повстали А где-то Вот там Палатка Стоит Наша А вот Здесь Вот Мишаня Рылся Оказывается Вообще Тут И Какахи Есть Вон Там Подальше И Вот Это Все Мишаня Разрыл А мы Получается Прям Вот Встали Где Мишаня Рылся Значит Он Здесь Ходит Сергей У костра Получается Будет А мы Далеко Как раз Там Мишаня Наверное Ходит Опасненько Конечно Доброе Утро Земля Время 8.40 Проснулась Я Где-то Час Назад Андрей Уже Давно Проснулся И ушел А я Решила Поваляться На кого я похожа Вообще Уже Непонятно Волосы Помыть Негде Ночью Такой Будет Дубак Вы Не Представляете Прям Даже Через Карематы От земли Так Холодно Было И Вот Минус Палатки Вот Этой В том Что Конденсат Сильно Собирается Но Она Однослойная И Лежишь Ветер Дует До Утром И Вот Все Сыпется Вода Это Минус Огромный Все Надо Вставать Сегодня Мы хотим Просто На этом же Месте Остаться И просто Везде Походить Все Посмотреть Ночь Здесь Повести А завтра Уже Пойдем Обратно Больше Едим В горах И кофе С молоком С настоящим Молоком Не сухим Вот Так Вот Ходят Настоящие Походники В Такие Дали Это Мы сейчас Сколько Где-то Километров 70 Напрямую От Бама Наша Экспедиция Собирается В горы Может Сагандалю Найдем Может Еще Какую Траву Я Больше Сагандалю Хочу Собрать На Чай На Чай Вот Что Мы Нашли Тут 1958 Бош Ого Очуметь Класс Вообще Раритет Ой Мы Те Освещать Путь Ничего Мы тут Нарыли В горах Лежал Вот так Ну Вот Он Секло Тресного Жалко Тут Вот Когда-то Было Зимовье Вон Столбики Торчат И мы Там Сейчас Что только Не нашли Интересного Раритетного Все Такое Старое Так Мне Отставать Сильно Нельзя А то Тут В тундре Потеряться Быстро Можно Надо Бегом Бежать Не Отставать Мишан Рылся Ой Блин Ноги Можно Поломать Такое Вообще Вон Или Пора Валиться Например Вот В такие Ямы Аккуратно Дойти Но При этом Не Отставать От Мужчин Такой Курун Тут Скользкий И Шаткий Ломим Вот Под Таким Кустам Хотим На ту Сторон Перейти О Как Красиво Вышли Крепе Тут Пури С Кучавистью Перебродили Реку Андрей Еще Переходит А меня Сергей Перенес На себе У него Высокие Сапоги Они Раскручиваются До Верху Красиво Так Вообще Река Так Классная Горы Реку 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 Спасибо. Заброска Алины на местность. Опять идем по зарослям. Ох, нет. Он из зверинок. Он не повторялся. Игрушки орут. Мне нравится, что мы тут потревожили. Вдруг мы орехи у них свистли. Вот такие иногда все где заросли встречаются. Там не мюки и вода. По таким зарослям идем, а тут вот ручей лежит. И мы ломим. Какая красота вокруг. Вон оно озеро, где мы стоим. Мы где-то с той стороны стоим. Вокруг такие горы. Тайга. Люди ходят тут какие-то под поеденными комарами. Изрядно покушанные, но непобежденные. Да. Ломят тут сквозь карликовую березку, кусты всякие, рододендрон, камни, грязь, медвежьи следы, какахи. В общем все прелести. Все прелести дикой тайги. Все как мы любим. Там заросной болотин. Там заросной болотин. Шишечки маленькие. Совсем еще зелененькие. Про это пить тоже говорю. Можно по чаю туда, а там хуже дорога заболочена. Заросшая заболочена. Вот про право так я говорил. Мы просто ее тоже не видели. На лево это и тот и съели. Но на телефоне. Остановимся чуть-чуть. Можно хоть снять. А то летим, ломим. Там просто вообще реально не до съемки. Иначе я сильно могу отстать. Ну это не страшно в принципе. Я дорогу то знаю назад. Ну не потеряюсь. Но мне хочется с ними пройтись то этот маршрут. Не отстать. Выхли по какому-то озерцу. Помимо основного ключа еще вода может убегать боковые ключи. На основной ручей. Ай как красиво. Уже водосбор растет. Красота. Да. По такой тайге я обожаю ходить. По тундре. Куруми сами. Вот такое можно ноги сломать. Главное мне от Сергея не отставать. Андрей. Маленько другой какой пошел. А мы здесь. О. Вот такое например встречается. Поводы тут еще атакуют. Простите за съемку. По другому мне не получается снимать. Жесткие условия. Бадан цветет. Красота. Вот сколько. Красавчик. Вот сколько Курума. Как будто его специально насыпали здесь. Так. Тут главное ноги не сломать. Здесь люди не ходят. Курум живой. Шаткий. Если честно не вижу что снимаю. Так что извините. Больше под ноги смотрю. И на Сергея. Чтоб не отстать. Так что вот так вот. Бегу по камням. Водосбор. Ягель. Курум. Горы. Небо сегодня красивое. Вот такая она дикая тайга. Тундровая. Извините. Быстро приходится везти. Времени нет. 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 Смотрите какая красота, жарки, водосбор наравне с кустами растет. Такой высокий, огромный, красота вокруг вообще, а мы тут все ломим и ломим, сквозь кусты, бороды переходим, снимать сильно некогда, но я пытаюсь показать все равно вот эту красоту все, потому что это невозможно не показывать, это все время хочется снимать, чтобы передать хоть как-то. Рада Дрендра тут прям море, представляю, когда он цвел, он сейчас уже цвел, Тут, наверное, красота была неимоверная, потому что просто вот тут тучи. Там как снеженька куда кататься можно, расщельная такая. Там тоже снежный. Красиво. Рада Дрендра еще цветет вот здесь. Он уже цветает, вот он такой красивый, нежно-желтого цвета, правда Дрендра он золотистый. Вот это горы. Вышли к озеру, но он тоже без названия. Вокруг столько цветов много, таких только нет. Очень красиво все в цветах, в разных траве. Все это наполняет ягель. И вот это все сочетание разных цветов так красиво смотрится на фоне этих гор и на фоне вот таких вот озер или каких-то ручьев, рек. Обалденно вообще. Виды реально шикарные. Я вообще рада, что я сюда попала. В такую дикую тайгу. Такие красивые места сюда, представляете? Просто так вот не доберешься. Тут очень сложно вот просто ногами пушком дойти. То есть у нас заброска была более ста километров, представляете себе? И мы вчера прошли от того зимовья до сюда, где мы остановились 23 километра. Ну и сегодня я не знаю сколько мы еще находим. Буду постараюсь подсчеты вести километража. Потом за весь поход хочу сложить, посмотреть сколько в общем километров мы прочапали. Дикая фиалка, лесная. А, вижу, чечененькая, да? Да, ее очень мало. Они на глазки? Ну они у тебя на глазки вообще, это фиалка. Да, это не овеки, это алины карие. Алины карие. Ну понятно? Еще раз сниму красоту такую. Вот не про цвет, а про распахнут. А, вот оно что. Сейчас я не знаю. Так не про греумя карие sería мстения, хруст мурат 똑같и. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok